Это итоги года и вот о чем мы расскажем в выпуске. Протесты года. В 2021-м жители Дагестана несколько раз перекрывали дороги. Акции протеста были связаны с отсутствием света и газа. Решатся ли проблемы людей и что для этого предпринимали власти, расскажем в обзорном сюжете. Работа на мир и созидание продолжается. Что в минувшем году сделал Муфси от республики и какие планы у духовенства на год будущий, смотрите в выпуске. Пандемия, ограничения и QR-коды. Дагестанский спорт живет и побеждает несмотря ни на что. О результатах выступлений наших спортсменов на соревнованиях различного уровня узнаем в итоговом спортивном блоке. Более развернуто и подробно расскажут в своих материалах мои коллеги в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Уходящий год запомнился многими событиями. Политика, экономика и другие сферы столкнулись с новой реальностью и тяжелой задачей. Как работать в условиях пандемии? Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, внесли коррективы, пожалуй, во все. Тем не менее, определенные результаты Дагестан показал и в освоении нацпроектов, в поддержке малого и среднего бизнеса. И в целом социально-экономическая и политическая ситуация в регионе в уходящем году осталась стабильной. Впрочем, без проблем не обошлось и связаны они были прежде всего с плохим качеством работы ресурсоснабжающих организаций и компаний, действующих в республике. Люди неоднократно выходили по этому поводу на акции протеста. Обо всем по порядку в обзорном сюжете. Асиль Манаповой. Наиболее нашумевшим в этом году стал митинг жителей двух районов Махачкалы, которые строили массовые акции протеста из-за отключения газа. Напомним, после пожара, который произошел 22 ноября по проспекту Амедхана Султана, в Ленинском районе столицы был введен режим ЧАЭС. Аварию ликвидировали, однако голубое топливо в квартире горожан так и не подали. Это бардак вашей организации. Решайте у себя, а нам газ дайте. Терпение жителей города по проспекту Амедхана Султана было на исходе. Две недели в их дома не поступал газ. В холодные и теперь уже зимние ночи электричество не спасало. Горожане нашли единственный выход – перекрыть дорогу, чтобы их услышали. На место протеста потянулись силы полиции, представители столичной мэрии и газовой компании. У газовиков своя, правда, у людей своя. Никакой исполнительно-технической документации на данные дома не представлено, потому что ее нет. Подождите, дайте сказать. Данные дома многоквартирные, на баланс города не приняты. Вы, наверное, имеете кое-какие свечи о регистрации права собственности. Но вы должны, если у вас есть данные документы, вы должны их представить в Газпром Межрегион ГАЗ. Потому что данные дома до сих пор не присвоены адреса. У вас у всех по 2-3 адреса. Однако жителей такой ответ не устроил. Вопросов стало еще больше. Газовики ссылались на то, что в Газпром Межрегион ГАЗ. Что нужно в каждом доме провести проверки. А людей зачастую нет в квартирах. Это, по их мнению, задерживает процесс подачи газа. На встречу с людьми приехал и мэр Махачкалы. Салман Дадаев распорядился создать на месте оперативный штаб из представителей администрации и газовой компании, чтобы закончить процедуру обследования квартир в короткие сроки. Мэр призвал жителей обеспечить доступ к квартире и подготовить все имеющиеся документы. Также потребовало от газоснабжающей организации начать по квартирный обход в сжатые сроки. Пожалуйста, предоставить доступ к квартире, показать все газовое оборудование. Оборудование не смотрят. Я же говорю, от нас поставим им человека. К каждому представим человека, что сейчас, сейчас. Да, вопросы тоже войдем. Если вдруг такая ситуация, что газовое оборудование не соответствует, это тоже газовики возьмут на себя и сделают переоборудование и перезрезку. Столичный городоначальник адресовал справедливые претензии начальнику юридического отдела газовой компании, который, к слову, на встречу с митингующими пришел один. Это заключение нам запрещает проводить подключение газа до момента устранения. Так что, Салман, поделайте. Давай сегодня, вот сейчас идем, пойдем, устраним эти нарушения, приступим. Вы говорите, что... Подожди, где ГРУ Махачкала? Вызывайте их сюда. Вызывайте их сюда, давайте сейчас. Берите акты. Мои сотрудники здесь присутствуют. В каждую квартиру зайдем, акт составим. Есть здесь необходимость переоборудования. Приступим к переоборудованию. Мне не надо, Салман Кадянович, расскажите. Вот ей расскажите это. Наружный газопровод неправильно проведен. Кто его? Наружный газопровод вы проводили. Наружный газопровод вы проводили. Я не знаю, когда вы его перепроводили. Из-за этого у нас есть заключение специализированной организации, которая запрещает нам проводить подключение до момента устранения. Ночную акцию протеста на Амедхана Султана утром подхватили и другие оставшиеся без газа горожане. Более 50 жителей домов степного поселка остановили движение на въезде в город со стороны кольца МФЦ. Сотрудники ГИБДД с трудом, но все же наладили движение, уговорив людей отойти от проезжей части. Федеральную трассу перекрывали и жители Улубиаула. Их недовольство были связаны с тем, что они вложили в теплицы последние деньги и теперь зависят от газа. По их мнению, руководители не могут нормально вести учет теплиц и расход газа, а также организовать сборы за проданный газ. И считают, что проблему можно решить, если всех разом отключить от газа. А жители поселка Караман-2 выходили на акцию протеста из-за регулярных перебоев подачи электричества. Они перекрыли федеральную трассу. После готовили обращение на имя главы республики Сергея Меликова. На возмущение жители Даганеров ответили только тем, что будет составлен график, на основании которого будут вводиться временные ограничения энергоснабжения. Итог. Каждый вечер на два часа отключают свет. 23 декабря прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Вопросы главе государства смогли задать представители региональных и федеральных СМИ. Прозвучал вопрос и от представителя Дагестана. Директор РИА Дагестан Магомед Магомедов попросил главу государства вмешаться в проблему с ресурсоснабжающими компаниями в регионе. Магомедов, в частности, обратил внимание на то, что большинство этих организаций не подчиняется местным властям и ведут самостоятельную ценовую политику в регионе. Республику сегодня сотрясает некий такой энергетический кризис. При этом он практически во всем – водоснабжении, электроснабжении и газоснабжении. Проблемы эти накапливались десятилетиями. Это не проблема сегодняшнего дня. Но есть понимание ваше, мы это видим. Есть понимание главы республики, федерального собрания. Но при этом проблема не решается, так как она связана в большинстве своем от коммерческих структур, реализующих свою работу в республике. Владимир Владимирович, нам нужно ваше содействие. В 1999 году Дагестан был важной частью истории России, новейшей истории России. Сыграл не последнюю роль. Сегодня, наверное, жителям республики как никогда нужно ваше влияние, чтобы представители тех или иных энерготранспортных, в первую очередь, структур, которые находятся под управлением Россетей, Газпрома, Росгидра где-то, чтобы они уделили внимание и начали не только собирать какие-то дивиденды в республике, а и вкладываться в эту инфраструктуру, чтобы люди сегодня имели возможность иметь достойную, качественную жизнь в республике. Еще раз приглашаю вас в республику Дагестан на юбилейный год Расула Гамзатова. Мы знаем, как вы относитесь к Дагестану, и вы знаете, как Дагестан любит вас. Спасибо. Да, секундочку, Магомед. Мне бы все-таки хотелось поточнее понять, в чем сейчас конкретно проблемы, связанные с энергетикой, заключаются. Я вам скажу так, Владимир Владимирович, дело в том, что энерготранспортные системы в республике, они очень сильно изношены, либо не могут выполнять вот ту функциональную нагрузку, которая сегодня необходима. В связи с этим есть, конечно, проекты, которые в регионе реализуются руководством региона, но руководство региона тоже не может справиться с этим, потому что на уровне жителей кажется, что нет понимания тех коммерческих организаций, которые представлены вот в республике. От них больше зависит, от них зависит, как работает вот эта система. А вертикаль, она такова, что они управляются где-то вот из федерального центра, а не из республики. И механизмов влияния на месте нет. Вот такая проблема. Какие это компании? Скажите. Электричество, электроснабжение. Это какие, сетевые компании? Сетевые компании, да. Россети, Россети. Ну, наверное, по две до Россети. Я не готов вот точно ответить. Ну, да, хорошо, я разберусь. Что еще? Потом водоснабжающие компании. Водоснабжающие? Водоснабжающие, да. Какие-то находятся в руках коммерческих там компаний, вот российских. Тоже, наверное, имеют отношение к РУС, ГИДРО. И достаточно большая проблема с транспортировкой газа в селы. Спасибо. Да, я обещаю вам, я, конечно, этим позанимаюсь. Россети, наверное, там есть какие-то подразделения Россети. Что касается водоснабжения, это надо посмотреть, как руководство республики это организовало. Это является, значит, водоснабжение и сети водоснабжения и водоотведения, они на республиканском балансе, либо переданы в управление каким-то коммерческим структурам. С этим просто нужно разобраться. То же самое, ну, Росгидро, Росгидро надо посмотреть. Я сейчас не могу ответить по каждому из этих вопросов, но точно совершенно, ну, представляю, чем там может идти речь. Мы поразбираемся, хорошо? Спасибо, Владимир Владимирович. Да. Ну, хочу передать, попросить вас передать самые лучшие пожелания с приближающимся Новым годом, потому что, действительно, Дагестану у меня особое отношение. Но, собственно говоря, значит, работа в Дагестане сейчас, видите, является известным карьерным трамплином для руководства республики. Владимир Абдулевич стал руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Минэкономразвития страны было предложено вместе с регионам реализовать среднесрочную программу, которая бы сприлансировала ситуацию и ЖКХ, и электроэнергетики. Итогом стало то, что премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении компании Россети «Северный Кавказ» 891 миллиона рублей на модернизацию сетевого комплекса Дагестана. Сможет ли это помочь, покажет время. Асель Манапова, телеканал ННТ. Итоги года. Год получился насыщенным и в религиозной сфере. Издание книг, просветительские лекции и знаковые мероприятия. Муфтия Дагестана активно работала и в интернет-пространстве. Очередные рекорды побила и благотворительность. Более 60 миллионов рублей и порядка 250 закрытых сборов. А вот газета «Ас-Салам» стала выпускаться на 13 языках, в том числе международных. А тираж превысил отметку в 200 тысяч. Итоги года жизни духовной в материале Хамзу Нурмагомедова. В этом году Муфтия Дагестана реализовал ряд значимых проектов. Один из крупных образовательных конкурс по книгам «Благонравие праведников» и «Основы религии» и «Жизнеописание пророка Мухаммада. Мир ему и благословения», в котором приняли участие более 20 тысяч человек со всей страны. Данная книга была не случайна. Мы получали в течение нескольких трех, четырех, даже пяти лет последних положительные отзывы. Люди очень хорошо отзывались об этой книге. И многие говорят, что подобной книги нет, такой содержательной, которая так необходима нашему обществу. И именно поэтому мы по этой книге проводим данный конкурс. Целью данного конкурса является облагораживание нравов, чтобы тем самым улучшить наше общество, чтобы наши отношения друг к другу стали лучше. В сфере образования Муфтия удалось издать книги как на арабском, так и на русском языке для взрослых и детей. Духовенство не оставило без внимания тех, кто видит слабо или вовсе лишён зрения. Издав книгу «Благонравие праведников» по шрифту Брайля. Для незрячих людей также издали книги о жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословения и имаме Шамиле. Помимо этого, знаковым событием стало то, что книгу Муфтия Дагестана «Духовенство Узбекистана» издало на своём языке. Книга очень богата, я представляю, что каждый перевод он уникален. И эта книга, конечно, я думаю, что эта книга может быть хорошей настольной книгой для молодых людей, которые ещё в жизни не определились, на которых оказывается влияние разными сегодняшней жизнью. И очень важно, чтобы у молодого человека на своём пути появилась такая книга настольная, появился кто-то, человек праведный, наставник. А вот газета «Асалам» стала издаваться на 13 языках. Среди них английский, турецкий, азербайджанский и татарский. Общий тираж газеты достиг более 200 тысяч экземпляров. Ещё одним знакомым событием в этом году стала защита второй докторской диссертации по арабским дисциплинам. Таким образом, Дагестан обогатился ещё четырьмя докторами исламских наук по направлению вероубеждения, хадисов, исламского права и тасауфа. Все эти годы не сказал бы, что это было легко до этого дойти. Но это, надо сказать, конечно, в этом по честь заслуги муфти нашей республики, что он от себя лично проконтролирует направление. И вот на сегодняшний день мы уже на другом совершенном уровне, можно сказать, сегодня мы уже принимаем защиту этих степеней доктором исламских наук. В сфере благотворительности также очередные рекорды. Фонд «Инсант» через мобильное приложение собрал более 65 миллионов рублей, что позволило закрыть около 250 сборов на лечение тяжелобольных людей, в том числе и детей. Помимо этого, фонд раздал нуждающимся жителям республики более 330 тонн продуктовой помощи. Они также помогли жилём семьям, которые оказались в плохой жизненной ситуации. Это вся помощь, которая была возможна только за счёт народа, за что я хочу всех поблагодарить, кто доверяет фонду, работает с фондом и принимает участие в работе фонда, оказывает помощь нуждающимся подопечным фондом «Инсант». Благодаря фонду «Инсант» в месяц Рамадан удалось накормить около 100 тысяч дагестанцев в рамках программы «Шатри Рамадана». Они были развернуты во всех городах и районах республики. В них принимали участие и финансировали не только меценаты и крупные бизнесмены, но и чиновники и обычные жертвователи. А на улицах города в вечернее время раздавали людям финики и бутылки с водой. Фонд «Инсант» на сегодняшний день – самая крупная и самая эффективная благотворительная организация в Дагестане. По праву считают эксперты. Фонд «Инсант» – это уникальное явление не только для Дагестана, я считаю, но и для России в целом, потому что в объемах, я имею в виду конкретной помощи, которую наш фонд делает в течение года здесь, в Дагестане, и не только. Мы видим, что результат супермощный. Помогали, помогаем, будем помогать и принимать участие столько, сколько на это будет возможности и, соответственно, времени. Духовный центр имени пророка Иса «Мир ему сердце Дагестана». В этом году здесь обустроили аллею героев-медиков от мечети до набережной, что позволило горожанам гулять семьями и проводить время с пользой. Активно продолжается и строительство мечети. В этом году специалисты уже приступили к перекрытию крыши. Активно работали и разные отделы муфтията. Так, отдел Фетв вынес 177 богостовско-правых решений, выпустил вторую часть книги «Сборник Фетв», принял около двух тысяч посетителей и ответил на более 17 тысяч вопросов, которые поступали к ним с разных источников. Вновь заработал отдел примирения, в котором помогает решать сложные конфликтные вопросы. Больше всего проблемы возникают в результате совместных деятельностей. Будет это строительство, будет это коммерция, будет это любая совместная деятельность. И в результате неконкретности при заключении договоров между сторонами, к сожалению, возникают недоразумения. Каждый город, каждый район Дагестана был охвачен просветительской работой. Не осталось практически ни одной организации, куда не пришли бы с добрым словом представители просветительских отделов духовенства. Это детсады, школы, вузы, общежития, поликлиники, больницы и реабилитационные центры. Не обошел вниманием муфтият и спорт. Были организованы массовые забеги, разные турниры по футболу, волейболу, стрельбе из лука и настольному теннису. Очень приятно, что наши люди любят спорт в Дагестане. Я думаю, что масштаб такого ранга, этого турнира, именно по настольному теннису, никогда такого не было. Впервые за два года открылась дорога на святые земли Мекки и Медины. В середине декабря через компанию Марватор из Махачкалы в Джиду вылетел первый рейс с паломниками на Малый Хадж. Желание паломников очень усилилось и это заметно по самим паломникам, как они очень трепетно относятся к этой поездке и готовы выполнять очень даже такие детальные мелочные вещи, чтобы ничего не упустить и попасть на эти земли. Десятки встреч провёл и Муфти Дагестана. Духовного лидера посещали жители разных городов и районов. Средних – чиновники, известные спортсмены и общественные деятели. К шейху приезжали также гости из зарубежных стран. На итоговом собрания в Центральной Джмамичете Муфти Дагестана кратко, но ёмко обозначил и задачи духовенства на будущее. Кто работали за развитие ислама, помогали, поддерживали, они получили со стороны Всевышнего благодарность. Иншаллах на том свете тоже они получат. Кто не помогал, сидел, тоже хорошо, а кто против работал, у них тоже год прошёл. И думаю, им судья Всевышний, кто против работал, мы им плохой дуа не делаем. Но на том свете, что будет, там будет известно. Но мы не хотим, чтобы им стало, чтобы нам было известно. Нам зачем? Мы хотим, чтобы нас Аллах там пощадил. Рахму, чтобы дал нам Аллах. Хотя среди нас есть люди, которые то, что с мусульманской стороны идёт, хорошее скрывают, а плохое раздувают. Но их мало. Мы видим, хорошее, которое рассказывают, тоже есть. Есть люди, которые это поддерживают, это понимают. За это благодарят Аллаха, аль-хамду лиллях. В общем, этим я хочу сказать, что хорошая сторона с каждым днём становится больше и лучше и качественнее. За это ещё раз хочу благодарить Аллаха. Спортивный сезон в период постпандемии, Олимпиады в Токио и другие мировые форумы. Калейдоскоп драматических по накалу и неповторимых по яркости событий. Каким для дагестанских спортсменов выдался 2021 год? В обзоре Курбана Рагимова. В 2021-м у дагестанских болельщиков было немало поводов для радости. Пожалуй, главное событие сезона – отложенное на год летняя Олимпиада. В августе в столице Японии наши спортсмены задавали тон в борьбе и боксе. Всего три золотые, по две серебряные и бронзовые награды. Позади месяцы усиленной подготовки, сборы и пребывания в Токио в условиях карантина. Дома чемпионов встречали как героев. На играх в Японии Абдул-Рашид Садулаев занес в свой актив второе олимпийское золото. Теперь он самый титулованный вольник современности. Это достижение не могло не остаться незамеченным. Впервые в истории дагестанскому спортсмену оказали высокую честь пронести знамя национальной команды на церемонии закрытия. «Когда я нёс флаг, весь Кавказ радовался. И я хочу отметить, что наш Кавказ, в частности, мой родной Дагестан, внёс большой вклад в успех нашей сборной». Через месяц этот победный пачим поддержали наши паралимпийцы. Золото легкоатлета Мусы Таймазова и ещё три бронзовые награды в твэквондо и дзюдо. Радость успеха с триумфаторами разделили тысячи болельщиков. И только после такого приёма чемпион осознал, что выиграл главное соревнование в своей жизни. «Ну, пока сюда не приехал, я не понимал, что это. Ну, ещё как бы не осознавал». Хабиб Нурмагомедов – одна из главных персон в российском спорте. «Орёл» завершил славную карьеру ещё в 2020-м, но при этом он не уходит в тень. По праву, используя популярность, Хабиб создаёт и продвигает свой бойцовский промоушен. Успешно продолжается и дело отца – Абдулманапа. В качестве тренера у Нурмагомедова семь побед в мировых лигах. Три из них досрочно одержал Ислам Махачев. Другий наследник Хабиба в шаге от чемпионского поединка в UFC. Сейчас он самый популярный боец страны. Не так активны в медиа Аскар Аскаров и Магомед Анкалаев, однако титульных амбиций у них не меньше. В следующем году у этих бойцов есть все шансы дойти до пояса. А пока штаты покорились только Раджабу Бутаеву. Боксёр из Хасавюрта громко заявил о себе в конце октября. В поединке за титул самой престижной организации WBA он нокаутировал американца Джамала Джеймса. Бутаев не знает поражений на профессиональном ринге, где выиграл 14 боёв. Когда я приехал сюда, я увидел всех этих людей, всех вас. Я понимаю, что я не знаю, этот путь прошёл. Надо было остаться ещё год, я бы остался родить людей. Несмотря на пандемию и ограничения во многих странах, чемпионаты мира прошли в намеченные сроки. Дагестанцы внесли весомый вклад в успехи сборной России по боевому самбо и грэплингу становились лучшими в джиу-джитсу и паратэквондо, а также в тайском боксе и дзюдо среди глухих. По традиции завоёваны награды на мировых борцовских и боксёрских форумах. Кроме того, трое воспитанников футбольных спортшкол помогли сборной России стать второй на мировом первенстве среди любителей. К успехам в любительской игре в мяч мы уже привыкли, а вот в профессиональном футболе. Гамид Агаларов стал первым дагестанцем, попавшим в состав национальной команды. 21-летний форвард Уфы возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. В 18 матчах он забил 13 мячей. Агаларовым заинтересовались в Европе. Швейцарский Базель уже готовит суперталанту своё предложение. К концу года в Дагестане произошло, пожалуй, самое заметное околоспортивное событие. Республику по приглашению Абдул-Рашида Садулаева посетил американец Кайл Снайдер. Главный девиз спортсменов – соперники на ковре, друзья в жизни – уже покорил сердца тысяч болельщиков и служит примером для многих. Официальные встречи, мастер-классы, поездки в горы, национальная кухня, подарки и даже земельный участок в Чардинском районе американцев встретили и провели по-дагестански. Достойно. Хороших новостей в этом году было гораздо больше. На официальных соревнованиях всероссийского и международного уровня в копилке наших спортсменов порядка тысячи медалей. Из них более одной трети – золотые. Таким выдался постпандемийный сезон. Дагестан вновь подтвердил статус самого спортивного региона России. Ждём новых побед уже в новом году. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ. Таким был год 2021. Увидимся в новом году. С главными событиями в республике вас также будет ознакомить новостная бригада телеканала ННТ. Оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин